День памяти воинов-интернационалистов В память о них, а также тех, кто ушел из жизни в мирное время, друзья и родные поставили свечи в храме. Продолжил мероприятие митинг-реквием у мемориала памятника воинам-интернационалистам. Возложить цветы и венки собрались ветераны локальных конфликтов, представители органов власти, общественных объединений, трудовых коллективов и молодежь. В память погибших почтили минуты молчания. Завершил День памяти воинов-интернационалистов концерт в городском центре культуры. В память о сожженной деревне Алла в Гомельской области проведут субботник. 22 февраля представители органов власти, организации и предприятий будут трудиться на рабочих местах, либо займутся благоустройством. Собранные на субботнике средства направят на строительство мемориала на месте сожженной деревни в Светлогорском районе. А также на ремонт, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Мемориал в Алле планируется открыть в год 75-летия Великой Победы. Утром 14 января 1944 года здесь оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Алла не возродилась. Ледвиновичскую среднюю школу в Кармянском районе в этом году откроют после масштабной реконструкции. Ее эксплуатация была приостановлена из-за аварийного состояния. После окончания работ это будет современная многофункциональная школа, рассчитанная на 142 учащихся. Отмечу, тема строительства, реконструкции и модернизации социальных объектов Гомельского региона находится на постоянном контроле председателя облсполкома. А в Рогачеве планируют открыть музей Владимира Короткевича. Причем это будет не просто учреждение культуры в обычном понимании, а современная арт-площадка. Дом по улице Короткевича, 59, был построен в начале 20 века и принадлежал деду писателя. Идею об открытии в нем музея озвучивали и раньше. Но положить начало практической реализации проекта удалось только в прошлом году. После звонка напрямую телефонную линию к председателю облсполкома Геннадию Соловью, директора школы и координатора местных краеведческих инициатив Александра Лейкина. В Гомеле по итогам работы в 2019 году поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе превысило прогнозное значение в полтора раза. Об этом на сессии Городского совета депутатов сообщил председатель горосполкома Петр Кереченко. В целом удалось привлечь более 36 миллионов долларов. Председатель горосполкома подчеркнул, что по итогам года город также выполнил основные показатели социально-экономического развития по экспорту товаров и услуг, трудоустройству на вновь созданные рабочие места, а также задания по товарообороту общественного питания и созданию новых предприятий в сфере производства.